Сейчас отправимся в Таиланд. Это королевство входит в мировой топ-10 лучших стран для путешествий. И согласно данным Блумберг, среди всех азиатских государств имеет самое большое поступление в национальный бюджет от туристической отрасли. В мире по этому показателю Таиланд опережает лишь Франция, Испания и США. У туризма здесь колоссальные темпы роста. Судите сами. В 1967 году Таиланд принял 400 тысяч гостей, а в 2017 уже 35 миллионов. И по прогнозам, в следующем году число иностранных туристов в Таиланде может составить 40 миллионов человек. А это больше половины населения страны. Чем так привлекает путешественников это азиатское королевство, знает Вадим Мартишевский. Тайская кухня, равно как и тайская архитектура, глубоко эклектична. В ней сочетаются пряный огонь индейских специй, утонченность яств французского королевского двора, неизменное качество китайских блюд, а также традиции, привнесенные переселенцами и племенами из Малайзии и Лаоса. У нас Восток встречается с Западом, поэтому мы приобрели все самое лучшее, из чего бы то ни было, особенно тайскую кухню. Местная еда хороша сама по себе. Китайцы, тайцы, индейцы, западные люди привнесли в нашу кухню все самое отменное. Уличная еда Пхукета – это карри, лапша, морепродукты и острые салаты. Стритфуд – отличный способ познакомиться с тайской кухней и полностью погрузиться в аутентичную атмосферу страны. Кроме того, уличная еда в Таиланде – это лучший способ сэкономить. Между тем, в ресторанах и кафе можно найти лучшие блюда разных кухонь мира. Я из китайской семьи, но проживаем мы в Таиланде, поэтому у нас смешанная китайско-тайская кухня. Есть много халяльных блюд, например, масса манкари с говядиной. Несмотря на то, что тайские блюда сочетают, казалось бы, несочетаемое горечь, сладость, остроту и кислоту, на улицах особо не встретишь местного жителя с избыточным весом. Это благодаря тому, что в тайской кухне практически нет блюд, которые готовились бы более 15 минут. И в их состав, помимо специй и зелени, входит также много овощей и морепродуктов. Но и особой любви к сладкому тайцы не испытывают, поэтому десерты представлены достаточно слабо. Из смеси яиц, бананов, кокосов и риса они готовят всевозможные пудинки, пирожки и мороженое. Объявление о том, что Пхукет включат в красный гид Мишлен, обострило конкуренцию между шеф-поварами. Наша цель – отметить Пхукет на кулинарной карте. Надеюсь, что путеводитель Мишлен охватит Таиланд, Пхукет, и это приблизит нас к достижению цели. Поэтому мы стараемся привлечь больше гостей, которые ищут рестораны, а не пляжи. А пляжи в Таиланде традиционно полны отдыхающих. В прошлом году курорт Пхукет посетили почти 8,5 миллионов иностранных гостей. Не остались в стороне и международные бренды класса люкс. Так, два года назад здесь открылся отель «Мариот», а в ноябре 2017-го – «Роузвуд». Думаю, недавний рост числа брендов, включая «Роузвуд». Это переход в сегмент премиум класса, а отели-бутики здесь были давно. Раньше остров зависел от рыболовства и горной добычи. Теперь главный источник дохода – туризм. Посетителей привлекают не только живописные пейзажи. Даже не в сезон здесь проходит много уличных фестивалей. Наибольший приток отдыхающих наблюдается из Китая. Сейчас они составляют четверть всех туристов Таиланда. В прошлом у нас были в основном туристы из Европы, Австралии и Америки. Они проводили здесь отпуска, расслабляясь на пляжах. Сегодня приезжает много китайцев. Число туристов увеличилось. Началось бурное строительство. Сиамское королевство поистине неповторимое по своей природе и красоте. Таиланд иногда величают страной тысячи улыбок, потому что тайцы славятся своей доброжелательностью и общительностью. А остров Пхукет предлагает спокойный отдых, что высоко оценят туристы, приезжающие всей семьей. Вадим Артишевский. Вокруг планеты.